И сказал النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا ديرهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذا بحضن وافر Постанник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, поистине ученые – наследники пророков. И пророки не оставили себя ни динары, ни дирхамы, ни доллары, ни евро, а что оставили знания. И кто смог взять эти знания, то этот человек приобрел, кто вот эти знания приобрел, смог взять эти знания от пророков, то этому человеку достался великий удел, сказал пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم. Кто же эти наследники пророков? أُلَمَاء التَّوحِيد أُلَمَاء الشَّرِعَ Это ученые таухида, единобожие. Ученые шариата Аллаха, سبحانه وتعالى. Потому что пророки оставили после себя знания акиды, знания халали, харама. Вот об этих ученых идет речь. Те ученые, которые, скажем, в той или иной области, аль-хамдулля, должны среди мусульман быть хорошие медики, аль-хамдулля, должны быть физики, в той или иной сфере экономисты, юристы и так далее. Но однако при этом мы не должны забывать знания Аллаха, знания шариата. Если человек сделает даже, берет, аль-хамдулля, закончил медицинский университет, потом работает, аль-хамдулля, в больнице, у него намерения хорошие, правильный неяд перед Аллахом, он будет брать за это награду, если у него хороший, правильный неяд. Но однако не должны забывать именно о знании шариата, о знании Аллаха, Кур'ан, сунна, посланник Аллаха, именно об этих ученых идет речь в хадисе пророка Мухаммада. Поистине пророки, они наследники, они истинные ученые наследники пророков. Взяли знания, которые Аллах не спасал пророкам, жили по этим знаниям и призывали по этим знаниям и обучали других. Также фаида, однако, знаете, страшно, когда человек берет то или иное знание, скажем, которое ему поможет в этой дуне, но забывает знание Аллаха, то есть как будто его основная цель. И забываешь, что основная наша цель это что, достичь райской обители, и мы не сможем достичь, поклоняться правильному Аллаху, субханаму та Аля, без знаний. Мы только посредством знания должны поклоняться Аллаху, субханаму та Аля. А те люди, которые взяли из этой жизни знания, но не взяли из знания Аллаха, субханаму та Аля, были неверующие, неверующие люди, которые не верят в Ахират. И Аллах, субханаму та Аля, говорит они в Коране, я аламуна дахирам минал хаяты дуния, минал хаяты дуния, ва хум аани л-Ахирати хум гафилун. Они знают что-то из этой дуния. У них есть знания этой жизни, мирской обители, но однако по отношению вечности они беспечны, сказал Всевышний Аллах, субханаму та Аля. Также этот хадис указывает то, что «а л-улама я абудуна Аллах аля басира би хилиафи гаири их минан А neo» То, что ученые они поклоняются Аллаху, субханаму та Аля, посредством знаний. Если смотреть другие люди, которые не берут знания Аллаха, субханаму та Аля, они без знания, а эти ученые посредством знаний поклоняются Аллаху, субханаму та Аля. Также достоинство ученых сказал пророк Мухаммад, саллал demonstrated Превосходство ученого над обычным поклоняющим Аллаху Субхану ва Та'ля, подобно моего превосходства над самым низшим из вас. То есть, сахабы тоже, у кого-то был сильнее иман, у кого-то меньше, у кого самый маленький иман, который самый, вот как мое превосходство над ним, так же превосходство ученого над обычным верующим. Также пророк Мухаммад в другом хадисе с Аллаху Алисану сказал, подобно превосходству Луны по отношению к другим галактикам, по отношению к другим звездам. Также, когда среди нас есть ученые, то есть, в этот момент есть безопасность. Если среди нас ученые, есть безопасность, чтобы люди не впали в заблуждение. Также хадис этот указывает, когда ученые умирают, и так же уходят вместе с нами, вместе с ними их знания, когда человек, ученый, умирает, вместе с ним уходят знания, которые Аллах, субханаху, также подсказал Умар, рода Аллаху Альху, инна асхаба раи, инна асхаба раи, а'дау сунна, айят хум, ан яхфадуха, ва сакулат минхум, ан яуаха, ва стахья ухина, суилу, ан якулу, ла наанам, то есть этот хадис указывает, когда не останется ученых на земле, люди будут обращаться к невеждам, человеку, который не разбирается в религии Аллаха, субханаху атеаля, и тот, как бывает много-много-много, как на сегодняшний день медиа, что много делает, даже бывает, присылает ролики, такой вот ученый говорит, этот человек не ученый, когда мы в Сауди учились, мы не знали, что такой есть ученый, сейчас больших ученых, я спрашиваю, кто такой там, мы его не знаем, то есть как медиа играет, он может быть там, этот человек там знает, там, здесь взял, и начинает фетвы давать, и давать фетвы, не просто ссылаясь на Коран и Сунну, а вот ему так кажется, на свой рай, на свой разум, Умар, чётко сказал по этому поводу, те, кто дают фетвы, полагаясь на свои мнения, не на Коран и Сунну, эти люди враги Сунны, те, кто дают фетвы, отвечают на вопросы, шариата, полагаясь на свой разум, эти люди враги Сунны, им тяжело выучить Сунну, им тяжело выучить Сунну, и они стесняются, когда их спрашивают, сказать, я не знаю ответа, то есть, как я не знаю, я знаю, и как ему кажется, он даёт такую фетву, и они в этот момент распространяют Сунну пророка, ссылаясь на свой разум, предупреждал Умар, ни в коем случае не берите от них, ни в коем случае не берите от них, также этот хадис указывает, что нельзя впереди ставить человека, у которого нету знания, шариата, особенно в вопросах шариата, и каждый из нас должен смотреть, от кого мы берём знания, на сегодняшний день много, там, сайта какие-то, и так далее, неправильная информация о пророке, саллаху алейсалям, о нашей религии, поэтому, как сказал Ибн Сирин, инна хадал альм дин, фанзуру амман тэхуду динакум, поистине, эти знания, это ваша религия, это ваша вечность, смотрите же, от кого вы берёте эти знания, смотрите, от кого вы берёте эти знания, также этот хадис, пятая фаэда, указывает, тахариму альфатва бигайры альм, харам, отвечать на вопросы шариата без знаний, мне так кажется, я так думаю, мне вот кажется вот так, харам отвечать, и Аллах, субхану альм дин, приравнала это, карина, туширк, тот, кто отвечает на вопросы шариата без знаний, ссылаясь только на свой разум, он наравне с теми, кто делает ширк, кто делает на Богооже, Аллах, субхану альм дин в Коране, сказал, я предупреждаю вас, говорит Севишн, Аллах, субхану альм дин, ни в коем случае не предавайте Аллаху, субхану альм дин, с товарищем, не поклоняйтесь тем, кому Аллах, субхану альм дин, помимо Аллаха, никому, и ни в коем случае не наговаривайте на Аллаха то, что вы не знаете, то есть на одном уровне, те люди, это кабира, великий грех говорить об Аллахе без знаний, и последняя фаида, последняя польза из этого хадиса, то есть этот хадис побуждает нас всех требовать знания, алхамдуллах, ты бизнесмен, ты медик, требуй знания, шариаты, этот хадис радует человека, хадис чем радует, если мы будем искренне брать знания Аллаха, субхану альм дин, только как заберет, когда человек умрет и вместе с ним знания.